всех приветствую на своем канале этот обзор будет посвящен моим небольшим покупкам в магазине чайном который открылся у нас в угличе магазин называется ваш чай на том же месте где когда-то был магазин где в течение более 10 лет закупалась периодически где я купила свою первую колебасу бомбелькой и вот этот вот стеклянный чайничек правда с другим другой крышечкой ну и я так поняла сначала думала что это магазин что-то в стиле смеси у нас была такая окинава которая мая закрылась там были всякие там салатки такие азиатские восточные и иногда чай но оказалось что-то по-моему совершенно слева и люди точнее третье наверное уже люди которые начинают заниматься чем у нас увеличат именно вот так в стиле магазинчика ну и что там все цены за 50 грамм ассортимент ну как бы я сказала если вам хочется сделать кому-то подарок вот пришел допустим вас позвали на день рождения день рождения буквально завтра у вас никаких идей вы зайдите в этот магазин и купить из такой подарок на скорую руку чем ваш чай магазин с подарками на скорую руку я так считаю потому что допустим я пришла туда узнать если допустим там чай и вообще может ли этот магазин стать заменой магазинов допустим из ярославля или еще там из каких-то сетевых магазинов ну того жалида на али допустим нету того что мне нравится это хани буш ой буш и допустим такой смесь вместе с матэ жареным это матэ карнавал общем на мое несчастье там такого не оказалось я спросила у них если у них хани буш или матэ карнавал ни того ни другого они видимо глаза не видели ассортимент неплохой там можно найти чайные наборы смысле вот чайнички стеклянные также вот как этот я как показала очень большой ну на мой взгляд больше чем допустим в предыдущем магазине той же давление был я не знаю как он назывался тот чайный магазин кстати этот работа ткаться 7 дней в неделю с 10 до 6 без обеда и выходных называется ваш чай кстати когда мне подружка репостнула в контакте в личку том что выключи открылся этот магазин я загуглила название думаешь это какой-нибудь там вариация сетевого но где-то там на границе с китаем российском каком-то городе честно не не помню есть такой магазин ваш чайного казалось что-то совершенно разное также как в свое время у нас наши байкеры обозвались призраками дорог а потом оказалось что призраки дорог где-то существует сами по себе как отдельный клуб в общем копирование названия суть такая магазин неплохой по сравнению с предыдущим выбор прибамбасов для матэ традиционного питья эти колебасы мобилей довольно неплохой чайнички всякие разные также вот чашечка чая этот пакетик чая красиво тогда вернут или там блюдечко принципе вы можете найти там себе такой подарок себя порадовать или друзьям дарить в общем мне посоветовали в составе жареным от и просто матэ пуэр и что-то еще но я глянула я что-то так посмотрела цена 97 рублей на 100 грамм что ли потом только наверху увидела там объявление что 50 на 10 грамм видать уже спрашивали никаких чеков соответственно никаких пластиковых картам не принимает только наличка вместо чек там тебе в тетрадочку точнее при тебе в тетрадочку запишут что почем быть зачем почему там две девушки было так поняла хозяйкой подавщица или что-то в этом роде но я купила на 335 рублей я то и не очень поняла там пакетик вот этот мне дали этого как бы бесплатно или наоборот он там все-таки за денежку был потому что что-то там было написано что 5 рублей пакетик под чай там еще как-то этот упаковочный еще что-то еще что-то еще что-то ничего плохого сказать не могу пусть этот магазин процветает и будет в угличе и радует угличан потому что все-таки надо как-то эту культуру чай питья приносить город снова и там возвращать да но если вы хотите что-то такого крутого интересного элитного то идите или на чабей я не знаю как он сейчас существует процветать и можно будет загуглить при желании где раньше закупалась а или съездите в какой-нибудь город допустим ярославь ту же контакту или магазин на свободе куда мы как-то соленкой зашли там можно и чайку попить и попутно закупиться в общем перехожу к покупке тут у меня программ да и там ассортимент конечно ну там есть пуэр есть такой неплохой пуэр есть такой средненький пуэр есть такой пуэр который врагу не пожелаешь ну если такой какому-нибудь такому изредности у нас там конечно подозревала что там еще по фотографиях мне за ремка скинула было видно что это чайная компания рчк она за in1 в основе не хочу сказать ничего плохого про эти фирмы у них есть что-то путная есть что-то середнячок но для укача покатит а что у нас такое чайная коллекция три она смесь совершенством треная смесь состоящая из зеленого чаем от и зеленого и жареного чая пуэр фенхеля крапивы и ромашки лимонной травы перечные мяты ягод боярышника листьев черной и смородины корицы и сафлора это подозреваю что он бодрящий поэтому я его даже не стал еще пока заваривать потому что приехала около ну около в районе пол пятого я была дома сегодня и до пяти часов еще можно пить матэ после пяти нежелательно когда уже стала заваривать чай было уже конечно около пяти даже поищем но если вы конечно хотите не спать ночь что можете пить после пяти матэ при том жареный матэ он даже в принципе вот этот матэ канал он тоже там был смеси там был должно быть какого но в принципе бодрит вот такой а вот потом я попробую и все-таки она раздела обзор у меня там пустые пакетики с подчая есть я их тогда пустых баночках забыла обозрить сделаю отдельный минус в общем смотрите я тут купила еще было этот у меня полно обошелся 97 рублей значит за 50 грамм но умножайте там или 97 97 вот у нас стою 94 как я поняла потом вот этим я по моему вышли на 71 рубль а эти на 60 с чем-то я не знаю как они там считают потому что чека соответственно нет как-то все выглядит непонятно ну да не суть в общем в чем минус вот допустим в том же в я реке магазине на свободе после помню чая чайный магазин называется то ли чайковский то ли мой чай то ли что-то в этом роде там можно было купить конечно дороже вот там такой вот шарик не обошелся в 60 рублей причем он не на весу здесь она идет на вес в этом наверно плюс но там было подписано что это за шарик здесь же вот я покупала когда еще смотрела на упаковку на наклеечку на прозрачные баночки я видела что это я еще понял что это когда пришла домой я соответственно уже не помню вот этот мне повезло я заварила вот он как раз в этом чайнике видно что это хризантема белая хризантема зеленый с белой хризантемой когда я первую заварку сделала больше пяти минут он заваривался он был такой полупрозрачный по вкусу был как слитой я даже разочаровалась немножко и решила что может быть это у них какой-нибудь все таки а тех двух старых магазинов что-то осталось вот они распродают потом я дала ему шанс заварила второй раз он был уже по насыщеннее вот это уже третья заварка и она еще лучше раскрылась в принципе неплохой минус в чем если уж вы храните это как-то вот мне кажется что все таки прозрачные банки стеклянной на витрине полностью все что у вас есть это неправильно хранить потому что во первых она попадает под свет подсвет ну конечно не солнечный свет но все же свет во вторых когда вот кидают в такие пакетики но магазин конечно только что скрывается я не подумаю что в моем видео будут смотреть люди которые ведут этот магазин занимаются этим делом или кто-то там еще и с обличем но если уж вешать то надо хотя бы какой-нибудь там бумажки наклеечки вот да там так же как вот здесь открыт эти наклеечки чтобы вот пакетики так шик и название или хотя бы от руки на ну там какой-нибудь клейка ленты название там небесный цветок да или еще что то ну что так во первых удобнее во вторых ну пришел человек купил много всяких разных вот этих шариков пришел домой уже не помню чё к чему и у там чаепития допустим или кто-то из гостей или там родственники спрашивают а что такое завалило я не знаю это мягко говоря минус но с другой стороны это улич провинциальный город начинающий магазин на основе двух предыдущих уже имевших дело тут может быть и ничего но я бы поставила троечку там газе ну в общем если мне что-то понадобится то я поеду конечно же в ярик или я буду заказывать через интернет через тот же чебэй или возможно юлька сподобится мне что-то прислать если же меня припрет кому-то там на день рождения или в гости нужно срочно какой-то подарок то конечно зайду туда потому что как считает моя подружка марта чай и лучше подарок на не лучше подарок ну и там соответственно упаковано да там этот вкусный ароматизированный чайчик травками иногда и не совсем травками это шарчика что делаешь и зато красиво упакованный ты заплатил там какую-то определенную сумму тебе дали такой красиво упакованный подарочек ты подарила человеку человек счастлив в общем если все-таки кто-то из улича вот меня смотреть то я рекомендую этот магазин просто даже как знакомство с чаем ну и атрибуте к чайная там в принципе на высоте вот в этом плане что цикен наборчики такие принята в этом плане уже все укомплектована правда чайничка фазисинской глины я там не обнаружила или они их еще не выставили или они на слишком наверху я не обратила внимание скорее всего именно там они и есть но это можно купить просто пустую баночку для чая или баночку на чай уже укомплектованную чаем в общем если вам было интересно это видео то я очень рада если досмотрели до конца я рада вдвойне и до новых встреч пейте чай пока